Добрый день, уважаемые голубеводы, голубятники и им сочувствующее. С этим вирусом появилось немножко больше свободного времени, поэтому можно поснимать, погонять, полюбоваться голубями. Ребят, ну вот решил показать, я вперед поговорил о том, что у меня есть специальный отсек с тревожной группой, которую я использую, которую я гоняю всю зиму, потому как люблю гонять, люблю птицу гонную, летную, поэтому приходится гонять, невзирая ни на хищника, ни на ветер, ни на снег, ни на другие катаклизмы. Вот поэтому отобрана группа голубей, которые, в общем-то, не очень отличаются там хорошими летными, бойными качествами. Ну и вот они берут на себя, в общем-то, весь удар, в общем-то, по хищнику, по зимнему гону бы. Вот это, в принципе, все, что с ним было. Было их много, да. Я вообще голубей держу очень много, вот и гоняю очень много. Вот это, в общем-то, те остатки, которые остались после зимних боев с хищником. Вот с этой командой я, когда всю группу, когда часть этой группы гоняю для того, чтобы проконтролировать ситуацию в небе. Половину из них, наверное, я уже потерял в этом году, очень много потерял. Вернее, в конец прошлого года и начало этого года, вот до апреля месяца были большие потери. Ну, где-то такая команда. Есть отдельные голуби, летят очень хорошо, высоко летят, долго летят, но при этом очень слабый бой. Есть такие, которые бьют взлет-посадка, в горе они бьют. Есть такие, что вроде бой неплохой, вроде бы, ну, в гору не идут. Ну, в общем, вот таким вот образом отобрана бригада. Бригада УХ. Тревожная группа в этом. Поэтому используем. Вот. Используем. Ну, еще птица у нас еще тут зашуганная. Потому что мы в городе использовать нельзя. Ракетницы, там, ружья и все остальное. Поэтому мы используем молоток и бочку, как говорится. Железная труба, бочка, по которой вот это тарахтишь, выпускаешь хищника там не на большое расстояние. Потом ее потом лупишь трубой по бочке. Вот. Ну, помогает. Скажу, что много помогает. Если высота не очень высокая, вот. И голуб, как правило, он бойного голуба, хищник берет на стойке. Если голуб его видит, еще он как-то уходит. Когда уходит, когда не уходит. А на стойке практически сто процентов. И вот, когда он стоит на стойке, и хищник до него подходит, там уже, ну, допускаешь, там, 10-15-20 метров, так, ну, грубо. Потом как-то упорешь трубой. Ну, в моем случае, молотком по железным дверям. Вот эти двери тут у меня металлические. Как упорю молотком по дверям, уже он дверь выгнал, бы, в обратную сторону. Ну, помогает, помогает. Но есть и минус, как бы, скажем, в каком плане, что они настолько привыкают реагировать на звук, вот, что любое, там, сигнализация, где-то, там, строители, там, лопаты выбивают, там, еще как-то. И они тогда сворачиваются, в общем. С одной стороны, вроде так, с другой стороны, так, так, что, не знаю, что лучше. Голуба терять жалко. И вот так их голубей зашугивать тоже, как бы, не очень. Это хорошо. Не знаю. Ну, вот такие вот, вот такие дела. Сейчас, в общем, сейчас, что мы делаем. Сейчас я из этой, сейчас я отключусь. Сейчас из этой команды я выберу, там, десятка, десяток, полтора, сколько попадется под руку. Не выберу, а выкину. Вот. И погоню, посмотрю, что у нас будет получаться. А потом, если что, погоню все остальные. Вот. Те голуби, которых я вперед показывал в другом отсеке, вот, вот, их сейчас я держу. Сейчас я их стараюсь не гнать. А если гнаю, то уже, когда, как бы, уверен. Вот. Хотя, конечно, сто процентов уверенности нет никогда. Всегда. Бывает и тревожно, и отлетало, все в порядке, все нормально, село, сгоняешь, зараза, приходит, забрал голову. Так что, без этого не бывает. Ну, никуда не денешься. Приходится принимать, то, что есть. Поэтому, никуда не денешься. Вот такие, ребятки, дела. Ну, ладно, сейчас на паузу и буду загоним немножко, немножко погонять. Ну, вот, ребят, выбросил разведгруппу. Сейчас сгоним, посмотрим ситуацию с хищником. Посмотрим ситуацию с хищником в небе. Что происходит. Что происходит. Будем, как говорится, посмотреть на это дело. Вот, выкинул. Десяток выкинул с тревожной группы. Это не вся тревожная группа, там еще как бы есть. Ну, посмотрим сейчас. Полетаем, посмотрим, погоняем, что оно покажет. Солнце, боковое солнце лепит. Не очень понятно, что к чему. Ну, посмотрим. Так, ну что. Одна минута, полет нормальный. Вот, будем смотреть, чего дальше. Одна минута, полет нормальный. Что-то последние дни очень активизировались эти товарищи. Вот, то ли перелет у них какой-то очередной, то ли еще какая ерунда. Попролетало много, вернее, пролетает много птиц, ну, таких диких, туда на северанной она идут. И вслед за ними, наверное, идут и хищники. Поэтому вот это такая история с этими, с этими хищными птицами. Вот, и сокол работает, и появился, и тетеря. Торде не было ее как-то долго, будет, опять появился, и тетеря. Так что будем посмотреть. Ну, что, вроде бы, пока... Обычно он быстро проходит. Обычно быстро, видно, настолько быстро. На груди сидит, где-то рядом, и ждет, когда же его... Ну, вот, две минуты, вроде нормально все, спокойно, тихо. Две минуты, полет нормальный. Сегодня ветерочка, правда, многовато. Я тут сверю в затяжке, а вообще-то ветерочка многовато. Поэтому они не раскрываются, как хотят. Ну, хватает, высоты хватает для них, для товарищей, для этого. Вот, ну, вроде ничего, две с половиной минуты, вроде ничего. Ничего. Вот я даже по голубям уже знаю, когда он идет. Почему? Потому что они начинают настолько носиться, вот, как стрижи по небу, что понимаешь, что что-то где-то... что-то где-то не то. Немножко неудачный ветерок. Ветерок такой северный, поэтому, вот, чуть ли не на солнце смотришь, немножко блики, поэтому, как бы, извиняюсь, если что-то картинка будет впрыгать, потому, как немножко неудобно. Ну, вот такие, ребятки. Ну, что, три минуты прошло, ничего нормального. В принципе, в принципе, будем надеяться, что сегодня уже, что сегодня уже этого товарища не будет. Угу. Ну, вот, где-то вот такие вот, такие вот, в общем-то, тренировочные полеты, проверочные полеты. Ну, все, сегодня нормально, видимо. Тишина нормальная, так что, в принципе, можно будет посадяться, можно будет остальную птичку там немножко вырухнуть, видимо. Вот. Ну, ладно, все, ребятки. До свидания. На этом буду сворачиваться. О, что-то отдернули себе. Спасибо. Спасибо.